Декабрьский вторник Сегодня каждый из наших сотрудников, приходя в редакцию, делился впечатлениями о том, как попал домой вчера после работы. Кто-то простоял 50 минут в электричке или автобусе, кто-то выложил кругленькую сумму за такси, кто-то даже совершил подвиг и дошел пешком из центра в Лас-Намея. Что поделаешь, над страной пронесся ураган, и даже сегодня по всей Эстонии действует специальный дорожный режим. Михаил Владиславлев готов рассказать о самых последних новостях с нелегкого фронта с разгулом стихии, которая кое-где не унималась и сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другое море Субтитры сделал DimaTorzok Другое море Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другой море 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 как мы с вами можем наблюдать хочется конечно финляндию еще раз посетить наши знакомые предложили нам в лапландию и там как-то стоимость зависит от количества народа типа если 5 как бы семей то будет стоимость 500 евро вот если соответственно мы отказываемся то все будут платить по 800 но мы решили отказаться это по одной из причин так как по своей ошибке но не то чтобы свои ошибки надо было тоже с этого начинать я же сейчас в отпуске нахожусь отпускные рассчитываются в эстонии может быть во всем мире я на самом деле не силен в этих вот бухгалтерских делах но жизнь в эстонии заставляет тебя разбираться во всем этом так вот ваши отпускные рассчитываются за полгода назад и например просто пример это не моя зарплата просто пример например вы последние полгода получали 2000 евро зарплату потом на второй месяц из этих шести вам ее подняли до двух двести вы привыкаете получать зарплату 2 200 2 200 2 200 и ну пока верно с компании даже когда ты уходишь в отпуск когда ты получаешь отпускные зарплату вместе с отпускными все равно стоимость ну чуть чуть больше чем твоя зарплата этот момент я не учел и мне был такой перерасчет своего рода сделан но не перерасчета просто расчет таким образом что я получил денег чуть чуть больше чем моя предыдущая зарплата но значительно меньше чем нынешняя поэтому и в декабре нам дают зарплату не туда нельзя идти там не надо он машины видишь то и так как машину машину господи увидел знак просто и так как нам в декабре дают зарплату сильно раньше поэтому поездка финляндию в лапландии хоть и сильно хочется наверное будет отложено на другой раз мы наконец-то нашли это горы какие-то мы наконец-то нашли наших знакомых из финляндии а знакомых моя моей супруги потому что она когда была маленькой они ездили туда в лагерь определенные в талях конечно я не буду сейчас говорить потом может быть как-нибудь расчувствуюсь расскажу вот и может быть летом мы будем ездить помогать ребятам кто там сейчас живет в том маленьком городке да и вообще если так призадуматься я все сейчас ехал думал вот как плохо что компания не компания закрылась а аренда офиса вот решили закрыть где я работал я мог поставить машину и гулять там дальше садиться на автобус или в центре гулять а сейчас вот это я не плачусь потому что не говорил а сейчас вот были бы на автобусах куда-то едем ты куда пошел куда-то пошел каратулькин а сейчас да вот мы просто смотрим места на с другой стороны знаете с другой стороны это может быть тоже нас нас на у нас научат именно ездить на машине те же самые там ними мостами и так далее то что мне кто-то писал чё тело с нами одни дружище так пойду выручать малыша так мне вернули реквизит мы думали что здесь так же не чищено как у нас там во дворах до сих пор поэтому я вернусь машину и положу саночки обратно вот а мы с вами продолжаем идти дальше мои уже далеко ушли посмотрим что-то меня смутил там знак на парковке я вот через приложение оплатил там было написано будние дни стоимость лаупиев то есть суббота а про воскресенье ни слова вот у меня есть такое ощущение что вдруг она по воскресеньям здесь парковка бесплатно я слышал что есть такое в эстонии что где в центре города например вот кесклине парковка же платная вообще везде по выходным дням именно по выходным она по моему тоже платная да по воскресеньям по моему нет по воскресеньям по праздничным но посмотрим потом приложение там автоматически все у меня было уже такое когда я встал поставил . у меня как бы деньги списались а потом вернулись обратно и в итоге там 0 0 евро я заплатил посмотрим конечно детям на детей надо выгуливать потому что вот это у нас была такая что нет как коляску не надо брать вот такая дилемма была что в такие вот опять же повторюсь не то чтобы холод сейчас небольшой минус то идет из-за влажности просто нам всем холодно но тем не менее тем не менее какое-то место надо все мы стараемся найти где именно чтобы ножками походить потому что по торговым центром тоже как бы это отдыхом нельзя назвать мы вот попали утром когда это было это был будний день каникул перед рождественский в или место в или место так мы просто просто обалдели оттуда выезжать не знаю надо посмотреть что за звуки так вот мы обалдели оттуда выезжать и там просто такой ажиотаж начался его 1 вообще вот тут лично нам или место не нравится потому что там настолько перенасыщена там целый лабиринт и качели да хочешь покататься хочешь покачаться я не знаю как якорь да он сделан немножко я соскучился конечно по рейдите сколько я на ней по ней ездил на работу иногда конечно я задумываюсь о том чтобы вернуться в офисную составляющую но в плане как я вам рассказывал что у нас есть возможность так вот по щелчку просто выбрать какой-то мне workspace который могу прийти спокойно работать но я такой человек что я не люблю делать именно лишние телодвижения то есть как бы если бы ну поймите меня правильно хочется сказать так что вы правильно поняли хочется чтобы за меня компания решила не я там что-то решал объясню то есть если мне от компания скажет например так ты вот пойдешь вот в такой в такой все мы там все сделали договорились и все пожалуйста а тут как бы все работать на полном индивидуализме ну то есть сам выбираешь место сам ходишь договариваешься и просто потом возвращаешь ну это называется экспенс репорт ну то есть чек там за сутки или там за месяц возвращаешь обратно в компанию тебе его возвращают именно вот этот момент мне не очень как бы нравятся не то чтобы не нравится я не люблю подобным заниматься это тоже одна из причин почему я выбрал все-таки работаю из дома и в какой-то степени к вопросу о финляндии я тоже внезапно меня такая мысль посетила иногда но вы знаете же смотришь каналы всякие жизни там да там то сям я посмотрел цены на продукты финляндии в той же самой призме и я честно говоря мягко говоря офигел мягко говоря потому что я вот например не могу до сих пор понять почему те же самые товары в местной призме стоят гораздо дороже ну может быть конечно инфляция все все это является причиной я вот и задумался что если не учитывать например сервис который естественно финляндии гораздо дороже но учесть то что мы не пользуемся никаким сервисом не ремонтом там этих самых там стиралок там каких-то вот ничего не надо строить вот мы никогда не вызывали никого вот самом начале когда только переехали человек нам просверлил там дырки так как я она у меня руки из одного места сам не могу стенах просверлить точнее могу но все это будет криво так вот и задумались что раз у меня нету привязки к к месту в котором работать а не стоит ли туда попробовать и эта мысль не дает мне покоя и эта мысль вот это штраф получил и эта мысль наводит меня на то что может быть пора нет не валить какой-то записать ролик действительно с моими личными плюсами и минусами эстонии потому что потому что часто сейчас стал наблюдать какие-то ролики в рекомендации попадают от неизвестных блогеров от известных эстонских блогеров где преподносится информация более в таком как бы розовом цвете то есть там вот смотрите вот такие вот там новые новые дома как бы а человек который живет в таллине понимает что это не просто новые дома которые вот человек вроде там даже меня да может взять например в ипотеку а там жилье которая даже например я не работаю разработчиком но даже парни разработчики вот с моей компании я моя компания на секундочку платит чуть 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 выше рынка они не могут позволить себе вот такие вот квартиры там поэтому я думаю что все таки запишу наверно определенный роличек где мы с вами походим по именно по новым домам именно не реновированным новым домам уже существующих районах и где цены уже плюс-минус с учетом цена недвижимость с ростом цена недвижимость более приближенная к реальности я думаю пока я сейчас в отпуске время есть я думаю займусь этим самое ближайшее время по крайней мере я думаю может не записывать большой ролик по разным районам а начнем с нашего любимого классная потому что у нас есть замечательный пример таких вот домов новый прям район новые дома выстроенные выстроенные на пустыре недалеко от нашего дома я думаю там мы можем с вами начать и потом не знаю если хоть один человек скажет что мне нравится мне понравилось антон то то я думаю можно и в другие районы залезть хотя и в то же время тот же еще обзорщик ну все я думаю надо двигаться дальше нравится лед не ешь вдруг там кто-то пипи пипи кто-то делал в этот снег не лопай его б-ц-я-д-е песенку который по утрам да мы смотрим песенку помнишь эту а-б-ц-я-д я дальше не помню что там видела какая там была еще песенка помнишь сил 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 сэон лыбус верви лал а до мультики точно точно да просто к вопросу о жилье я наверно в тот в том ролике об этом тоже скажу знаете как бы но кто был москве например знаете можно так походить в по микрорайону рублевка игру от новые районы вот вопрос сможешь ли среднестатистический человек там взять квартиру например в в ипотеку да конечно нет или там кто в санкт-петербурге знаете какую-нибудь элитное жилье там в коломягах или к на крестовском острове там с яхтами там не знаю что это вот как раз новострой вот это можно назвать новостроем я не думаю что здесь цены будут но конечно выше чем в спальных районах например ну конечно же с чем мы сравниваем но просто хочется более такой реальный какой-то вариант понимаете найти надеюсь хоть один человек понимает что я имею ввиду чем вот показывать такой район и гордо да вот это вот такие вот обычные вот новые районы у нас да это мины такие до мины да вообще вы знаете ребята вообще не первый день я пытался записать что-то с какого-то более или менее живописного места все не получалось последняя у нас была поездка это мина поездка на пляж пиарну хотел сказать но это тоже в планах вперед а и но там было настолько красиво что я просто вот не мог говорить вот не мог говорить я вставлю хотя бы частично хотя бы вид какой там был хоть и было холодно ветер волны но это все было настолько красиво что как в той песне как же там пелось то такая непопулярная группа была это новое там море идем идем вот я думаю сегодня можно закончить я сделаю все что моих силах чтобы нам с как можно раньше увидится завтра у нас по моему поездка на улицу верени там у нас будет тех обслуживание машины может быть каких-то нюансах может быть и каких-то нюансах можем с вами поговорить потому что тоже такая своеобразная тема касаемая по крайней мере моего автомобиля потому что они там определенная акция есть но об этом об этом в другой раз а пока мы пойдем дальше нара погреемся и будем возвращаться уже домой спасибо что прогуляли с нами сегодня всем покедушки а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok